МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Построена первая сотня километров газопровода силы Сибири от Кавыктинского месторождения в Иркутской области до Чаиндинского месторождения в Якутии. Его общая протяжённость составит 803 километра. На строительство газопровода от Кавыктинского до Чаиндинского месторождения задействовано более 5000 человек и 1000 единиц техники. Планируется, что к концу 2022 года участок будет достроен и общая протяжённость силы Сибири от Кавыктинского месторождения до границы с Китаем составит около 3000 километров. Сварено более трёхчетвертей линейной части газопровода Сахалин-Хабаровск-Ладивосток. На участке от Комсомольска на Муре до Хабаровска «Газпром» ведёт расширение магистрали в соответствии с директивами правительства. Завершение работ на участке создаёт техническую возможность для газоснабжения перспективных потребителей газа в Хабаровском крае. Магистраль «Сахалин-Хабаровск-Ладивосток» является первой на востоке России межрегиональной газотранспортной системой. Она предназначена для доставки газа с шельфа Сахалина потребителям Хабаровского и Приморского краёв. Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному Собранию дал поручение правительству совместно с регионами и участниками рынка разработать план газификации домохозяйств, который не имеет газа, но находится в населённых пунктах с уже подведёнными газовыми сетями. «Газпром» активно включился в программу догазификации. Компания наращивает темпы по подключению негазифицированных домовладений к системе газоснабжения. Работа по ускоренному подключению домов граждан к газораспределительным сетям в уже газифицированных населённых пунктах без привлечения их средств должна завершиться до конца 2022 года. Вместе с этим «Газпром» осуществляет масштабную программу развития газоснабжения и газификации регионов России, которые рассчитаны на период с 2021 по 2025 год. На эти цели компания направит более 526 миллиардов рублей. Будет построено более 24 тысяч километров газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов. В 3632 населённых пунктах будет газифицировано свыше 538 тысяч домовладений и квартир. К приёму газа будут подготовлены более 3200 котельных. Реализация программы позволит дальнейшим выполнить вторую стратегическую задачу – обеспечить к 2030 году стопроцентно технически возможную газификацию страны. В городе Свободном Амурской области введена в эксплуатацию «Свободненская ТЭС». Основная задача «Свободненской ТЭС» – обеспечивать Амурский ГПЗ тепловой энергии и электричеству. Пар выполняет на ГПЗ важную функцию по всей производственной цепочке. Он является теплоносителем в теплообменниках и нужен как для предварительного нагрева сырьевого газа, так и в процессе газоразделения. При создании «Свободненской ТЭС» широко использовано отечественное оборудование, в том числе и основное. Три паровых энергетических котла, две паровые энергетические турбинные установки, единая цифровая система контроля и управления. Завершился девятый сезон международной детской социальной программы «Газпрома» «Футбол для дружбов». За прошедшие девять сезонов программа объединила более 16 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников. В новом сезоне приняли участие подростки от 12 до 14 лет из более 200 стран мира. Участники программы – юные футболисты и юные журналисты, мальчики и девочки. Представляя разные страны и культуры, участники объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. В сезоне 2021 всемирный онлайн-чемпионат был проведен на платформе бесплатного футбольного симулятора Football for Friendship World. В результате был установлен третий для «Футбола для дружбы» мировой рекорд Гиннеса за самое большое количество посетителей виртуального стадиона в мире. Началось строительство комплекса по переработке этан-содержащего газа в районе услуги, уникального в мире кластера, объединяющего газопереработку, газохимию и сжижение природного газа. Создание комплекса – практическая реализация новой экономической модели «Газпрома» по коммунитизации углеводородных запасов. Комплекс будет ежегодно вырабатывать 45 миллиардов кубических метров газа и производить 13 миллионов тонн сжиженного природного газа. Помимо СПГ, продукцией комплекса станет этановая фракция. Ее планируется поставлять на газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 миллионов тонн полимеров в год. Газ, богатый этаном, будет поступать в услугу из месторождения Надымпуртазовского региона, а в перспективе с уникального по запасам Тамбейского месторождения на Ямале. Транспортировка газа будет осуществляться по специально выделенным для этан содержащего газа магистральным газопроводам. Запущен в работу Амурский газоперерабатывающий завод. Он стал якорьным предприятием Центра глубокой переработки газа на Дальнем Востоке. Проект Амурского ГПЗ не имеет аналогов в истории отечественной газовой отрасли. Его проектная мощность 42 миллиарда кубических метров сырьевого газа в год. Сейчас на Амурский ГПЗ по газопроводу Силы Сибири поступает газ Чингинского месторождения в Якутии, а в дальнейшем, после достройки магистрали, Исковыктинского месторождения в Иркутской области. Всего в составе производства будет 6 линий, поэтапный запуск которых синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по газопроводу Силы Сибири. Продукция Амурского ГПЗ товарный газ, метан, и выделены из него ценные для газохимической и других промышленных отраслей компоненты, этан, сжиженные углеводородные газы, пентангексановая фракция. Одним из основных продуктов Амурского ГПЗ является гелий. Объем его производства достигнет 60 миллионов кубических метров в год. По этому показателю завод станет мировым лидером. Завершена процедура государственной регистрации изменений в устав ПАО «Газпром». В их числе смена местонахождения головной компании. Новый адрес «Газпрома» город Санкт-Петербург, Лахта-центр. Это ультрасовременный комплекс площадью 570 тысяч квадратных метров на берегу Финского залива. Офисные пространства комплекса займут структуры группы «Газпрома». Существенная доля площадей отведена под концептуальные общественные пространства. Открытый амфитеатр, пешеходную набережную, обзорную площадку, концертный зал-трансформер, научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и выставочные пространства. Лахта-центр, как новый центр города, воплощает стратегический принцип перспективного развития Санкт-Петербурга. Полицентричность реализует новую модель взаимоотношений пространства и человека, формирует городскую среду нового уровня. Лахта-центр является на сегодняшний день самым высоким зданием в Европе. Его высота 462 метра. Полностью завершено строительство Северного потока-2 нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море. Северный поток-2 призван надежно поставлять российский газ на рынок Евросоюза по самому короткому экономически эффективному маршруту и делать это безопасно для экологии. Газ в Северный поток-2 будет подаваться с компрессорной станцией Славянская в районе Усть-Луги Ленинградской области. Эта станция одна из самых мощных в мире. В завершении строительства газопровода протяженностью более 1200 километров до немецкого Грайфсвальда участвовали трубоукладочное судно Академик Черский и трубоукладочная баржа Фортуна. Мощность Северного потока-2 55 миллиардов кубических метров газа в год. Таким образом, суммарная проектная мощность двух газопроводов из России по дну Балтики, Северного потока и Северного потока-2 составит 110 миллиардов кубических метров газа в год. Введен в эксплуатацию крупнейший в мире хаб по обслуживанию гелиевых изоконтейнеров. Сюда поступает гелий, который производит Амурский газоперерабатывающий завод. Амурский ГПЗ расположен на расстоянии более полутора тысяч километров от Владивостока. Изоконтейнеры чувствительны к ударам и толчкам и могут транспортироваться только автомобильным транспортом. Поэтому Газпром создал собственную автотранспортную службу, в которую вошли специальные тягачи КАМАЗ с пневматической подвеской. Пропускная способность хаба достигает более четырех тысяч операций с изоконтейнерами в год. На хабе изоконтейнеры проходят полную подготовку для дальнейшей транспортировки на морских судах, проверку всех параметров долив азота и жидкого гелия. Произведенный на Амурском ГПЗ гелий будет поставляться через хаб порты Приморского края и оттуда доставляться морским транспортом покупателям на мировом рынке. На Петербургском международном газовом форуме были торжественно введены в эксплуатацию шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома». Они располагаются в городе Майкоп Республика Адыгея, в селе Кармаскалы Республика Башкортостан, в городе Ахтубинске и в селе Сеитовке Астраханской области, в городе Кемерово Кемеровская область и в городе Милерово Ростовской области. Общая проектная производительность введенных станций 37,8 миллиона кубических метров газа в год. Они смогут ежедневно заправлять экологичным и экономичным топливом около полутора тысяч единиц техники, городской пассажирской, магистральной грузовой, а также автомобили служб такси. На начало года у «Газпрома» было 348 газозаправочных объектов в России. За последние шесть лет годовой объем реализации метана по группе «Газпром» вырос более чем в два раза. «Газпром» на собственном примере показывает эффективность перевода техники на природный газ. На метан переведено уже более 60% автопарка или около 14 тысяч единиц техники. Это дает ежегодную экономию затрат на топливо более одного миллиарда рублей. Созданно совместное предприятие с «Росгаздобычей» для разработки и обустройства тамбейского месторождения на Ямале. Это крупнейшее по запасу месторождения на полуострове. Начало добычи газа запланировано на 2026 год. Газ тамбейского месторождения характеризуется высоким содержанием этана. Поэтому оно, наряду с месторождением на дым Куртазовского региона станет сырьевой базой для комплекса по переработке танцодержащего газа в районе поселка Уст-Луга Ленинградской области. 1 декабря добыча газа на Баваненковском месторождении с начала года преодолела отметку в 100 миллиардов кубических метров. Это рекордный показатель добычи с момента начала разработки месторождения. Баваненковское нефтегазоконденсатное месторождение является опорным на полуострове Ямал. На момент начала разработки запасы газа оценивались в 4,9 триллиона кубических метров. В газ Баваненковского месторождения поступают магистральные газопроводы Баваненково-Ухта и Баваненково-Ухта-2 протяженностью около 1260 километров каждый. В настоящее время ведется разработка Синаман-Аптских залежей месторождения. Эксплуатация месторождения была начата в 2012 году, когда был введен первый газовый промысел. Сейчас на месторождении работают все три промысла. месторождения месторождении месторождения месторождения